На подтопление жилых домов и земельных участков пожаловались жители улицы Кольцова Володарского района. Вода стоит там годами. По планам, как речка Голубка. Кто разрешил ее закрыть, кто разрешил изменить русло, кто разрешил поднять, когда они, во-первых, поменяли русло реки, оно было прямым, они сделали его вот таким зигзагообразным. Мы обратились к парабу, к руководству, что, ребята, вы же сделаете какую-то врезку для того, чтобы та вода, которая вот отсюда стекала со всех домовладений, именно грунтовая вода, чтобы была включена в сток этой воды. Они сказали по плану, у нас этого нет, мы этого делать не будем. После сюжета на Брянской губернии ситуацию на контроль взяла Марина Дбар. Были подключены профильные подразделения городадминистрации. Уже МПУ Дорожное управление выполнило водоотводную каналу на территории со стороны переулка Кольцова. Сейчас проводится комплекс мероприятий на территории многоквартирного жилого дома номер 18 по улице Радищева. С целью подключения к существующей дренажной системе будет проложена труба диаметром 500 с выходом 600 диаметр на сегодняшний момент. И также входной уголовок для водоотведения с прилегающей территории. Также в отношении нечетной стороны улицы Кольцова сегодня будет проводиться очистка канав. МПУ Дорожное управление таким образом. Комплекс мероприятий будет выполнен полным объемом. К 20 декабря проблему обещают устранить полностью. Устроит вас? Очень хочется увидеть результат этой работы, потому что очень хочется уже без воды побыть. Даже сейчас мы с водой. Я думаю, что весной вы увидите уже результаты, которые вас порадуют. На прием также пришла многодетная мама. 10 лет женщина стоит в очереди на получение земельного участка. Это был 12-й год. Мы стали на очередь на земельный участок для многодетных семей. И с тех пор мы ждем эту очередь. Уже 10 лет прошло. Семья стояла в очереди под номером 561. Сейчас они 23-е. Выбрать участок по душе заявительницы предложат в Черемушках. Брянский район предоставил Брянску 80 наделов. Внесены изменения в закон Брянской области, в соответствии с которыми предусмотрена выплата денежной суммы тем гражданам, которые стоят у нас в очереди, которые примут такое решение. Размер данной денежной компенсации составляет 200 тысяч рублей. И направлена она может быть на приобретение жилых помещений, на приобретение земельного участка, а также на выплату по текущему кредиту, либо на вновь взятый кредит. Ее можно также внести. По доброй традиции в день приема граждан состоялась встреча с директором благотворительного фонда «Ванечка». Я пришла к вам с просьбой поддержать нас в новогодние праздники. И мы договорились с театром драмы, что 23 декабря в 13 часов состоится благотворительное мероприятие для фонда «Ванечка». Мы соберем 200 девочек и мальчиков, братьев и сестер со всей Брянской области. Это дети будут и палиативно больные, это дети и онкологически больные, и те, кто перенес раковое заболевание. И многие из них еще никогда не были в Брянске. Спектакль выбран, список участников составлен. Не хватает только около сотни сладких подарков. А хотя бы, потому что эти 200. Мы будем рады. Кроме того, Ирина Цыганкова и Марина Дбар договорились о посещении подопечной фонда «Всевские». Девочки со спинальной мышечной атрофией готовят большой сюрприз. Светлана Дробкова, Дмитрий Матеров. События. Брянск.